Девушки отдыхают Я уверен, что вы много раз задавались этим вопросом. Разве не круто было бы иметь клона? Можно было бы взглянуть на себя с совершенно новой стороны. Успевать гораздо больше, и никто не смотрел бы на вас косо за разговоры с самим собой. Но если серьезно, что на самом деле произошло бы, если бы у вас появился клон? Давайте посмотрим, будет ли этот сценарий хоть немного похож на то, что мы все представляем в самых смелых мечтах. Но прежде чем вы нажмете кнопку «Копировать-вставить» на своей клон-машине, как насчет того, чтобы сначала нажать «Подписаться», а еще позвоните в колокольчик уведомлений, чтобы первыми видеть новинки на яркой стороне жизни. Давайте для начала решим, что значит клонирование. По сути, это процесс создания генетически идентичных организмов. Существует три главных разновидности. Репродуктивное клонирование, генетическое клонирование и терапевтическое клонирование. Мы сосредоточимся на генетическом клонировании, в котором копируются гены. О нет, не крокодилы из того самого мультика. Гены, о которых мы говорим, это сегменты, составляющие нашу ДНК. Эксперименты ученых с клонированием начались давно. В 1979 году исследователи произвели первых в мире генетически идентичных мышей, разделив мыши на эмбрионы в пробирке и пересадив их в матки взрослых самок мыши. Вскоре после этого ученые начали создавать генетически идентичных коров, овец и куриц. На этот раз они использовали другой способ и пересадили ядро клетки, взятой у раннего эмбриона, в яйцеклетку, которую освободили от ее собственного ядра. А затем пришел 1996-й, который войдет в историю мира генетического клонирования, как год овечки Долли. После 276 попыток шотландские исследователи наконец-то произвели овцу, которую назвали Долли, из клетки, взятой из вымени шестилетней овцы. Вы знаете, что я сейчас скажу, да? Я безумно удивлен. С тех пор ученые клонировали тонны других млекопитающих, включая кошек, кроликов, оленей, собак и лошадей. И это еще не все. И исследования по генетическому клонированию все еще активно ведутся. В январе 2018-го исследователи из Института нейробиологии Китайской академии наук в Шанхае успешно клонировали обезьян с помощью технологии овечки Долли. Бевероятно. Клонирование обезьян – это огромный скачок вперед в мире науки. Но мы все еще не освоили его до конца, так что процент успеха очень невысок. Например, случай клонирования обезьяны в Китае имел показатель успеха всего 1,6%. Понадобилось 127 яйцеклеток, чтобы произвести всего двоих живых малышей. Чтобы клонирование примата прошло идеально, должно совпасть много факторов. И одна из самых больших проблем здесь – транспортные белки. Они жизненно необходимы для деления и развития клеток. Но сложность заключается в том, что они находятся в ядре клетки. Когда из женской яйцеклетки удаляют ядро, чтобы освободить место для новой ДНК, транспортные белки уходят вместе с ним. Вот почему в генетическом клонировании в море провальных попыток так мало успешных случаев. Теперь, когда мы узнали все подробности клонирования животных, что насчет клонирования человека? Ученые уже клонировали людей? Короткий и, возможно, разочаровывающий ответ – нет. Не существует убедительных доказательств того, что кто-то успешно клонировал человеческие эмбрионы. Хотя и было несколько недоказанных заявлений. В 1998 году ученые из Южной Кореи заявили, что они клонировали человеческий эмбрион. Но решили его не имплантировать по соображениям этики и закона. Затем в 2002 году довольно противоречивая организация по клонированию человека «Клонейт» сообщила о рождении девочки по имени Ева. Как вы наверняка догадались, ученые заявили, что она стала первым клоном человека. Тем не менее, «Клонейт» так и не предоставили никаких доказательств, чтобы это подтвердить. Эй, а вам не кажется, что где-то проходил большой благотворительный рок-концерт под названием «Клонейт»? Ну, наверное, нет. Наконец, в исследовании 2004 года, опубликованном в журнале «Наука», группа исследователей Сеульского университета в Южной Корее заявила, что они клонировали человеческий эмбрион в пробирке. Вы уже знаете, чем закончилась история. Научное сообщество не нашло этому доказательств. И журнал «Наука» удалил статью в 2006 году. Но если в итоге мы решим официально, клонировать человека, скорее всего, сработает именно способ переноса ядра соматических клеток, как в случае с овечкой Долли. Итак, предположим, это именно то, что делают ученые. Они, наконец-то, начинают клонировать людей. Бамс, и у вас теперь есть клон. Ладно, ладно, это работает не так. Эмбрионы нужно поместить в матку, доносить до конца срока и родить. Это значит, что ваш клон будет младенцем. И вместо того, чтобы вместе тусоваться в торговом центре, вы будете менять себе подгузники. Ладно, это все выглядит странно. В любом случае, каким все-таки будет ваш клон? Да он будет точной копией меня, естественно. Отлично, вас двое. Что ты хочешь этим сказать? Да ничего. Но вот что самое интересное. Ваш клон будет совершенно другим. Знаю, это идет вразрез с самим понятием клонирования, но послушайте. Ваша внешность основана на генах, с этим не поспоришь. Но она также зависит от эмбриональной среды, в которой вы растете. Видите ли, разные гены включаются и выключаются, что означает, что у вашего клона будет свой уникальный набор активированных и дезактивированных генов, из-за которых он будет выглядеть совершенно иначе. И предвосхищая ваш вопрос. Да, клонированные животные не идентичны своим оригиналам. Это может вас не удивить, но черты характера вашего клона тоже будут другими. Естественно, эксперты знают, что генетика играет свою роль в развитии характера человека. Но наш опыт и воспитание тоже значат немало. Ваш клон не вырастет в той же среде и точно таких же обстоятельствах. Помните, что это всего лишь генетически идентичная копия. Не вы. И если успешные случаи клонирования человека похожи на клонирование животных, вас ждет разочарование. Многие клонированные животные страдали от дефектов мозга и проблем с сердцем, печенью и иммунитетом. Так что вам повезет, если ваш клон не умрет от несовместимых жизнью болезней. Спасибо, реальность. Ты всегда портишь все веселье. Ну, всегда пожалуйста, кажется. И хотя некоторые ждут не дождутся дня, когда мы начнем успешно клонировать людей, другие не торопятся радоваться. Защитники дальнейшего развития терапевтического клонирования, которое использует стволовые клетки для создания тканей целых органов, говорят, что оно может спасать человеческие жизни. Согласно Министерству здравоохранения и социальных служб США, каждый день 20 человек умирает, ожидая трансплантации органов. Но использование стволовых клеток для выращивания органов, вместо того, чтобы зависеть от доноров, может стать отличным решением. У репродуктивного клонирования тоже есть сторонники, которые считают, что оно может помочь парам, которые не могут зачать другим способом. У тех, кто не поддерживает идею клонирования, также есть много разумных аргументов. Прежде всего, технология репродуктивного клонирования все еще недостаточно развита, чтобы исключить все опасности и риски. И есть те, кто беспокоится о том, как клоны будут взаимодействовать с нормальными людьми и обществом в целом. Конечно, нельзя забыть вопрос «игр в бога» или «вмешательство в природу». Учитывая тот факт, что на большинство из этих опасений так и не ответили, неудивительно, что клонирование продолжает быть предметом постоянных споров. Неважно, поддерживаете вы команду «за» или «против». Некоторые страны решили очень четко выразить свою позицию на эту тему. В 2015 году 70 стран, включая Австралию, Канаду, Индию, Россию, Великобританию, полностью запретили клонирование человека. Хотя ситуация в США немного отличается, поскольку там нет федеральных законов, которые это запрещают. В 2005 году ООН попыталась ввести глобальный запрет на клонирование человека, но это не сработало из-за разногласий по поводу терапевтического клонирования со стволовыми клетками. Некоторые считали, что его тоже стоит запретить, но не все были настолько уверены. В результате сегодня 15 американских штатов запрещают только репродуктивное клонирование, тогда как Аризона, Мариленд и Миссури запрещают использование средств государства в целях клонирования. Так что есть шанс, что первого клона человека могут создать в США. Думаю, нам нужно только подождать и посмотреть, как улучшится эта технология в будущем. Сент-ин-де-клоунс Простите. Итак, вы все еще хотите себя клонировать? Если да, то что вы сделаете со своим клоном в первую очередь? Поделитесь с нами в комментариях. Если это видео показалось вам интересным и занимательным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. До скорой встречи на «Яркой стороне жизни». Мысли ярко. Присоединяйся к Эдми на «Яркой стороне». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...